Большинство россиян считают, что запрещать аборты не нужно, что эта глупость несусветная, а боном свидетельствуют данные опроса Russian Field, на них ссылается РБК, теперь к цифрам. Не готовы поддержать идею запрета, почти 70% респондентов из числа опрошенных не готовы, подчеркиваю, положительно к данной затее относится только четверть. Наших с вами соотечественников дальше забавнее. Чаще всего за запрет абортов ратуют люди с небольшими доходами, а также возрастные граждане из категории 60+, образование у таких товарищей среднее или ниже, а вот дурацкой инициативу называют как раз молодежь, в основном до 30 лет, а также россияне с высшим или неоконченным высшим образованием, ну и те, кто достаточно зарабатывает. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вообще, что тут скажешь? В принципе, и так все понятно. Пенсионеры, алканавты, нищеброды за эти, в принципе, готовы поддержать любой маразм, исходящий из телевизора или от господ, которых мы ошибочно ассоциируем с государством. Бурматуха, есть зомбоящик, бесплатно показывает аж целых 20 каналов, что еще нужно для счастья. А вот нормальные люди, те, кто понимают, что дети – это еще и ответственность, что дети – это еще и недешевое удовольствие, вот они реагируют как раз как нормальные люди, и он и не может не радовать друзья. Дураков все-таки меньше, чем кажется. Ну вот вам, пожалуйста, хорошие новости, а то некоторые как-то даже приуныли. Это реальная журналистика. Поехали! Ну и, конечно, куда аж без рывков и прорывов. В Госдуме разъяснили нам темным, почему яйца так уриные в цене подпрыгнули, ну и сама птица тоже. Больше месяца народ по этому поводу возмущается. В итоге даже на прямую линию великого кормчего вопрос вынесли, как остро социальный. Главный, как обычно, грозил пальцем, обещал – ух, разберусь! Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так. Вовремя не открыли импорт пошире. Ну а теперь, вероятно, водные поменялись. И в росте цен на те самые курицу и яйца обвинили, как думаете, кого? Да нас с вами, я не шучу, ей-богу, на медне. Депутат Гутенев из «Единой России», председатель комитета по промышленности и торговле. На минуточку, так вот, депутат Гутенев в интервью пропагандистам из «ТАС» рассказал, что на самом деле яйца в цене выросли, потому что готовы. Потому что мы с вами начали хорошо жить. Народ России внезапно разбогател, люди стали больше тратить. Как следствие, рынок отреагировал. Анализ показал, что в данном случае возросло качество жизни наших граждан. И они увеличили потребление, в принципе, мясных продуктов и куриного мяса, как диетического, и яйца. Ясно вам, это не цены выросли, это вы все сидите на миллиардах, прикидываясь нищими, но рынок не обманешь. Рынок знает, что бабка Нюра миллионщица ванну из шампанского каждый вечер принимает, а потому случилось то, что должно было случиться, это еще называется экономическим равновесием. Ну что я могу сказать? Молодец депутат Гутенев, наверное, орден сейчас получит за заслуги перед купечеством, простите, перед отечеством, конечно же. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашлю. Ну, тем более. Покашлять нечего, потому что вы же не живете моей жизнью. К слову, вслед за депутатом Гутеневым и сам Надежа Царь заговорил о чем-то подобном. Уровень бедности в стране в 2023 году достиг исторического минимума, заявил Владимир Владимирович. Прям так и сказал. Ключевым фактором в преодолении бедности он назвал формирование экономики квалифицированных кадров и высоких зарплат. Цитата. Сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств, модернизации действующих предприятий для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, браво танцующим. Чего? Того. Между прочим, по данным Росстата, с января по сентябрь текущего года количество россиян с доходом ниже границы бедности снизилось до 16 миллионов. И это уже ниже, чем показатель 2022 года. Тогда бедствовали 17 миллионов человек. Но власти надостигнутым решили не останавливаться и продолжили улучшать жизнь скрипцов еще сильнее. И в итоге за три осенних месяца тех, что были недавно, бедных в России стало еще меньше на целый миллион с копейками. Ай, молодцы какие. Растем как бамбук. Прям страной олигархов Россия становится на глазах у изумленной публики. Олигархи это мы. Вот ты, она, я. Кому вы парите мозги? Изкюзми обоскать. Козюськи. Именно. Потому что вот эта вот новость как-то очень плохо стыкуется со следующей. Ну и к следующей тогда переходим. А дело в том, что прямо сейчас в правительстве сидят и придумывают, где бы взять денег, чтобы экономика страны не свалилась в яму. Да, той самой страны, где все, оказывается, в одночасье стали жутко богатыми. Где бедных кот вообще наплакал, где все цветет и пахнет, и даже яйца дорожают исключительно по причине небывалого роста благосостояния граждан. Ну только что мы с вами об этом, обо всем говорили. Так вот, в правительстве и в Минфине, в частности, в это время на полном серьезе озабочены тем, что... Жизнь штука сложная. Денег, как известно, нет. Я это знаю. Да ну нахуй! Ну а теперь без стеба. Внимание, вопрос. Как думаете, откуда Минфин предлагает выдернуть деньги для спасения экономики России? Ну, клад-то они вряд ли нашли. Да и судя по тому, что про фонд национального благосостояния давненько никто не вспоминает, его тоже успели вытрясти как грушу, а бабки, повторюсь, нужны. Ну, правильно! И тут Силуанова осенила из наших с вами карманов, денюжку можно выудить. Они там даже посчитали уже на сегодняшний день. На руках и на счетах у россиян находится примерно 40 триллионов. Это больше годового бюджета страны. Это огромная куча бабла. Вот и подумали, надо это дело как-то цапцарапнуть 40 триллионов. Нифига себе, такая кубышка пропадает. К тому же, ребятки уже не в первый раз облизываются на сбережения граждан. Кудрин еще в апреле 2020-го носился с этой идеей. Говорил, ребята, депутаты и чиновники у нищебродов. Жиловеха лежит там много. Давайте хапнем. Как можно меньше тратьте на себя. На ногти свои тратьте меньше. На волосню свою тратьте меньше. На то, чтобы мазать себя там разными кремами тратьте меньше. На всякие солярии и массажи тратьте меньше. Вообще не тратьте на это. Вообще пусть они все плачут. Вся эта индустрия обслуживания смертного телесея. Пусть плачет сегодня, потому что нужно тратить на них ноль. Все остальное бедным и на фронт. И в храм божий ходите, пока вас не взяли враги наши за самый шиворот. Ну нахер. Причем в Госдуме тогда даже попытались подрихтовать законодательство таким образом, чтобы Ваня сам тащил сбережения чинушам вот в это их Нью-МММ, которые они красиво образовали инвестициями в российскую экономику. Депутаты в первом чтении рассматривают законопроект о защите и поощрении капитала вложений. Как рассказал замминистра финансов Андрей Иванов, поправки должны создать благоприятные и предсказуемые условия для долгосрочного вложения в российские проекты. Цель, по словам Иванова, привлечь в экономику порядка 30 триллионов рублей. Законопроект предусматривает особый режим для тех, кто заключит соглашение с государством. Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа. Но в прошлый раз не прокатило. Пандемия модной болезни разрушила планы крохоборов, поэтому ребятки, немного обождав, продают аферу скрипцам по новой, что предлагается. А предлагается открыть счет в негосударственном пенсионном фонде и договориться о переводе части своих доходов, а может быть и не части, а может быть и накоплений в пользу власти или того, что мы ошибочно называем государством. Силанов, впрочем, обозначил ОНЭК как долгосрочные сбережения. Они действительно долгосрочные, сроки там от 5 лет. Вот только, а кто знает, что нашу страну ждет через 5 лет? 5 лет назад у нас, например, было Роснана, а сегодня нет даже Чубайса. А еще 5 лет назад у нас был государственный пенсионный фонд, теперь такого фонда тоже нет, был, да сплыл. Да много чего у нас было 5 лет назад, но куда-то затем все это потерялось. Посему не знаю, как вы, но лично я не верю, что вложенные в данную аферу бабки вернутся. Да и где к тому моменту этот Силанов окажется? Может тоже за бугор ухиляет, как некоторые его коллеги, в том числе и из правительства? Ищи его, потом свищи! Так, что досталось? Что нам досталось? О, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Таисия, 17 лет. Пожелание, миксер. Судя по всему, Таисия любит готовить. В принципе, логично. Кстати, недаром сюда вот это вот видео воткнул. Дело в том, что оно многое объясняет. Но пару слов сначала скажу от себя. Знаете, я искренне не понимаю, зачем пресс-служба Белого дома вообще сняла данное кино и выбросила затем его в публичное пространство. Вдумайтесь, это же позорище! В кадре министр финансов России на минуточку тот самый Силуанов. Человек идет к елке желаний. Снимает с нее игрушку. На игрушке написана фамилия россиянки. 17-летней девушки. Это важно. Жительницы Нижнего Новгорода, города-миллионника, и это тоже важно, финал. А подарите мне, дядя-министр, миксер за 1000 рублей в 17 лет. Жительница-миллионника о миксере трехкопеечном мечтает целого министра, просит подарить стыдоба. Нет слов. И они нам будут рассказывать после всего этого, как мы хорошо живем, а дальше будет только лучше. О каких-то рывках и прорывах, о победе над бедностью поет. Отдайте только 40 триллионов своих сбережений, и сразу райский рай на Россию свалится. Все. Не хочу дальше продолжать, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok